Дорогие друзья фонда Генриха Бёрля, уважаемые дамы и господа, дорогая публика, добро пожаловать на нашем сегодняшнем мероприятии на тему «Россия и зеленая сделка Европейского Союза». Я очень рад приветствовать вас сегодня на еще одном мероприятии на тему русских альтернатив, которое мы давно проводим совместно с немецким обществом исследований по Восточной Европе. И я очень рада, что с коллегой Габриэля Фрайтак мы смогли опять организовать такую высокопоставленную конференцию. Большое спасибо. Мы сегодня и вообще в этом году хотим с помощью этого формата бросить взгляд на новую главу или открыть, может быть, новую главу в отношениях между Россией и Европейским Союзом, конечно, с особым фокусом на зеленую сделку. Это большой пакет, охватывающий множество различных тем. В центре, естественно, измененная энергетическая политика, но не только. И когда мы смотрим в сторону России и говорим о зеленой сделке, то из российской перспективы очень часто можно услышать, что это направлено против России, это враждебная Россия, западная политика. Мы это видим в Европейском, конечно, в Европейском Союзе и в русском гражданском обществе наверняка имеется иной взгляд на вещи. Мы тоже это видим по-другому. Мы видим, что мы должны отойти от ископаемых источников энергии. На КОП все-таки были достигнуты определенные цели, направленные на глобальное развитие или изменение глобального развития. Если мы посмотрим на эту тему в долгосрочном плане, то ясно одно. Стоимость ископаемых источников энергии должны быть или расходы за такие источники должны быть перенаправлены на новые виды энергии, на ВЕ. И эту перестройку теперь надо осуществить в ЕС, но, конечно же, вместе с нашими соседями на Востоке и на юге, севере и западе. И, конечно, декарменизация принесет большую нагрузку на российскую экономику. В Европейском Союзе уже ведутся очень ожесточенные дискуссии или оживленные дискуссии вокруг этой реструктуризации и возможных негативных последствий. И в России, конечно, тем более. И поэтому следует задать вопрос, насколько разумна вот такая зеленая сделка для России, или, вернее, насколько такая зеленая сделка сможет быть увенчана успехом, если она не будет включать Россию. Многие считают, что Россия тормозит развитию ВЕ, но Татьяна Ланшина, которая сегодня вечером также является гостем нашего мероприятия, приходит к иному заключению. Вы можете на веб-сайте посмотреть ее и пепер. Она описывает, что в России на эту тему сейчас очень многое находится в движении. Мы видели, что Владимир Путин на Копов-Глазго впервые вообще наметил цель для достижения климатического нейтралитета России до 1960 года. И такое решение дает нам надежду на то, что, может быть, в некоторых сферах мы сможем прийти к конструктивному сотрудничеству в общих интересах. И о таких возможных перспективах мы хотели бы сегодня с вами поговорить, но не сможем, конечно, этого сделать, не затрагивая темы очень сильно сейчас осложнившихся отношений между Россией и ЕС. Мы, во-первых, хотели бы возразить протест против заявленного распуска мемориала. Мы протестуем с самым серьезным опытом и считаем, и об этом открыто говорим, что это является большой проблемой не только для российско-германского, но и для российско-европейских отношений. Но мы готовы к сотрудничеству, мы направляем взгляд вперед, хотим сотрудничать в области климата и возобновляемых источников энергии, потому что эта тема глобальна, и мы сможем ее решить только вместе с русскими партнерами. Здесь у нас в зале находится человек, который много лет над этим работает, это Владимир Сливяк. Дорогой Владимир, я сердечно тебя приветствую и поздравляю тебя, что со своей организацией «Экозащита» И ты в этом году получил премию за правильный образ жизни, то есть альтернативную Нобелевскую премию. Мы очень благодарны за то, что ты сегодня у нас в гостях. Ты много лет выступал активно против проблематичных условий в российской промышленности, но и на собраниях акционеров. Ты также открыто озвучивал свою позицию. И прежде чем передать слово Штефани Хартер, нашей новой руководительнице московского нашего офиса, я хотел бы и также поприветствовать наших коллег Вальтера Кауфмана, Роберта Шперфельда и Нину Хаппе и поблагодарить их за прекрасную организацию этого мероприятия. А сейчас слово передается Штефани Хартер. И позвольте всем нам пожелать очень интенсивной и интересной дискуссии. Большое спасибо. Спасибо, дорогая Эллен, за вступительные теплые слова. Я также хотела бы всех сегодня сердечно поприветствовать. Зеленая сделка и Россия означает ли это конфронтацию или перспективу дальнейшего сотрудничества? Наше мероприятие проходит в очень удачное время, я бы сказала. Коп в Глазго завершилась. И в преддверии, конечно, очень много говорилось о необходимости декарбонизации. Хорошо, я просто продолжу. Итак, Коп-26 в Глазго, там Россия присутствовала с одной из самых больших делегаций, свыше 300 человек, участников этой делегации, экспертов, наблюдателей, что свидетельствует о том, что Россия проявляет высокий интерес к этой теме, несмотря на то, что Владимир Путин отсутствовал. И в российских СМИ об этом вещалось. И мы сегодня поговорим о зеленой сделке в контексте отношений с Россией, чего ожидают та и другая страна, но и о содержании газ, уголь, водород, возобновляемые источники энергии. И еще раз хотелось бы сердечно поприветствовать Владимира Сливяка, которого Эллен уже представила. Он активист первого часа в области окружающей среды. И он преподавал политику окружающей среды в высшей школе экономики в Москве и снял документальный фильм об условиях в Кузбассе. Кроме того, у нас присутствует доктор Татьяна Ланшина. Она научный сотрудник РАНХИКС, ученая, которая занимается вопросами устойчивости, моделями энергетического рынка и локализирует имплементацию или мониторит имплементацию целей устойчивого развития ООН. Она сегодня уже принимала участие в другом мероприятии фондом, и я очень рада, что она здесь. Третий наш сегодняшний выступающий, доктор Мартин Хоффман, представляющий Восточный комитет германской экономики. Он с 1999 года уже там работает. Он историк, занимал самые разные функции в Восточном комитете, а сегодня руководит кружком окружающей среды и устойчивости. И Саша Мюллер-Креннер, бывший коллега фонда Бюлля, который является управляющим немецкой помощи окружающей среды, то есть это зонтичная организация всех организаций в Германии, работающих в области защиты окружающей среды. Много лет, 20 лет уже работает в области германской политики, защиты окружающей среды, европейской тоже. И при фонде Бюлля создал институт Европы и Америки. И прежде чем передать слово Владимиру, позвольте сделать замечание технического плана. Есть функция вопросов-ответов. Воспользуйтесь ей, пожалуйста. Мы их соберем и затем напрямую ответим. Фолькер Вайксель их соберет и передаст их затем панелистам. Владимир, пожалуйста. Слышно, да? Хорошо. Спасибо большое. Я стал экологическим активистом больше 30 лет назад. Это все еще был Советский Союз и совершенно другая страна. Почти ничего общего с тем, что сейчас представляет из себя Россия. И 30 лет назад было невозможно себе представить, что сегодня изменение климата будет самой главной проблемой людей, самой главной проблемой человечества. И именно по этому вопросу будут собираться мировые лидеры, как только что в Глазго, и пытаться решить эту проблему. На протяжении очень длительного времени в России проблему изменения климата, в общем-то, совсем не признавали. Российский президент говорил, либо шутил об изменении климата, либо говорил, что это что-то неизученное. Также он любил шутить про возобновляемые источники энергии в негативном смысле. И внезапно в этом году произошла резкая смена. Никто не объяснил, почему эта смена произошла. Но Владимир Путин поучаствовал в климатическом саммите, созванном американским президентом. И вдруг заговорил так же, как все остальные мировые лидеры. И вдруг сказал, что да, это то, чем сейчас нужно заниматься. И Россия активно готова включиться в международные процессы. Мы этого очень долго ждали. И, конечно, были рады тому, что такое изменение произошло. Но все-таки давайте посмотрим на то, что на самом деле происходит в России. Если абстрагироваться от слов российского президента, то мы увидим, что все слова о спасении климата очень далеки от реальности. Мы увидим, что в реальности в России запланировано за следующие 15 лет почти в половину нарастить добычу угля и также нарастить экспорт угля в другие страны. Также запланирован рост добычи нефти, газа. Вроде бы начинают появляться сейчас какие-то климатические инициативы. Но когда внимательно смотришь на это с точки зрения эффективности климатических именно действий, то видишь, что все российские усилия, о которых сегодня объявлено, это усилия, которые не направлены на снижение выбросов парниковых газов. Они направлены на то, чтобы с одной стороны как можно дольше продолжать бизнес as usual, то есть сжечь ископаемое топливо и экспортировать как можно больше ископаемого топлива в другие страны, а с другой стороны нарисовать красивую картинку для западных стран и в первую очередь для Европейского Союза о том, что Россия — это климатически ответственная страна. С чем, в общем-то, нужно спорить, и на данный момент это точно не так. Почему так происходит? Я думаю, что основная причина стоит в том, что Европейский Союз объявил о введении Carbon Adjustment Tax. В России мы это называем углеродный налог, очень просто, и это очень сильно испугало российский бизнес, и в первую очередь крупный бизнес, который близок к Владимиру Путину, и именно они потребовали предпринять какие-то действия, потому что они испугались, что понесут очень большие потери. Ну а так как это крупный бизнес, с которым связано и наполнение бюджета Российской Федерации, в результате и президенту, и правительству пришлось предпринимать какие-то серьезные усилия. То есть себе углеродный налог еще не заработал, а его эффект в России уже случился. Поэтому нельзя сказать, что в России все абсолютно плохо. Например, из-за того, что углеродный налог в Европе был анонсирован, даже несмотря на то, что это не прямо сейчас, а через несколько лет, Россия уже пытается срочно что-то сделать, чтобы адаптироваться к этому, и чтобы на российский бизнес не наложили какой-то очень крупные штрафные санкции, из-за того, что Россия, ну будем честно говорить, не предпринимает усилий на данный момент, для того, чтобы поддержать международную борьбу против изменения климата. Я думаю, что несмотря на довольно тяжелую ситуацию в России, несмотря на отсутствие планов, масштабных планов массовых, развивать возобновляемую энергетику и сокращать выбросы, тем не менее надежда есть, и она состоит в том, что пусть не сама Россия по собственной воле будет меняться, но Россия обязательно будет вынуждена измениться из-за того, что окружающий мир меняется, и в нем дальше будет просто невозможно сохранять бизнес-as-usual модель и постоянно наращивать добычу и экспорт ископаемого топлива, а нужно будет рано или поздно предпринимать усилия к тому, чтобы действительно начать сокращать выбросы, развивать возобновляемую энергетику, развивать проекты по энергоэффективности и вообще все, что может помочь справиться с изменением климата. Заканчивая свою речь, я не могу не упомянуть о одном из очень важных элементов в сегодняшней климатической политике России, который касается лесов, потому что это очень важно для понимания здесь, на Западе, того, что сейчас Россия имеет как климатическую политику внутри. Так как мы сжигаем очень много ископаемого топлива, и в наших планах сжигать его даже больше, и в планах России до сих пор записано увеличение выбросов парниковых газов, по крайней мере, в среднесрочной перспективе, нужно что-то сделать, нужно как-то показать Западу, что мы все-таки что-то делаем для климата. И одна из идей, которая родилась у российских чиновников и которую пытаются защищать на климатических переговорах ООН, как те, что были сейчас в Глазго, эта идея начать иначе считать то количество парниковых газов, которые могут поглотить российские леса. То есть Россия не хочет сокращать выбросы, она хочет, чтобы остальной мир просто посчитал по-другому, сколько выбросов поглощают российские леса. Не в соответствии с международной методикой, с которой согласны все страны, а в соответствии со своей собственной методикой. И эта собственная методика, ее цель в том, чтобы показать, что сколько бы мы ни сжигали угля нефти и газа, наши леса поглощают не только это, а еще и то, что вы тут в Германии выбрасываете, и что вообще там полмира еще выбрасывает. Поэтому нам не нужно ничего делать для сокращения выбросов, а еще другие страны должны нам платить за то, что мы поглощаем их выбросы парниковых газов. Безусловно, у такого предложения нет никакого будущего, и, конечно же, мир, мировое сообщество с таким предложением не согласится, и России все-таки придется заниматься настоящей климатической работой в будущем. Но вот сейчас, по крайней мере, вот ситуация такая, и, наверное, это не последний, скажем так, антиклиматическое предложение, которое будет появляться со стороны России. Я думаю, что будет еще появляться немало предложений, которым нужно будет активно сопротивляться, потому что они будут ставить под вопрос эффективность международных климатических действий. Я думаю, что очень много будет значить, какая международная работа в ближайшем будущем будет налажена для климата между Россией и другими странами, в том числе Европейским Союзом, который является главным торговым партнером России, и Россия не может игнорировать то, что происходит в Европейском Союзе. Я надеюсь, что наши страны начнут активно сотрудничать и начнут выполнять чем дальше, тем больше эффективных климатических проектов вместе. И однажды Россия, как и весь остальной мир, окажется в авангарде климатической работы, климатической деятельности. И в конечном итоге это позволит сохранить тот климат, который есть сегодня на Земле. Спасибо большое. Большое спасибо, Владимир. Означает ли это, что леса, которые горят в России, привело ли это к тому, что климатическая цель немножечко была, что ей пришлось адаптироваться к этому обстоятельству? Насколько я понимаю, сейчас в России не говорят и не обсуждают вообще то, что леса горят. У нас обсуждается только то, что леса поглощают вредные выбросы, и мы хотим, чтобы остальное международное сообщество простило нам все выбросы парниковых газов за то, что у нас есть много леса. И, конечно, что касается самих лесов российских, очень большое количество леса горит каждый год. Правительство, в общем-то, практически ничего не делает для того, чтобы сдержать лесные пожары. В России практически нет никакой дискуссии о том, что лесные пожары связаны с изменением климата, и это все одна большая проблема, с которой надо работать вместе. К сожалению, ситуация вот сейчас такая. Одна из причин стоит в том, что в России была очень неудачная реформа системы управления лесами, и было сокращено значительное количество сотрудников лесных служб, которые занимаются слежением за лесами, в том числе противопожарной безопасностью. С лесами, конечно, если бы только с лесами, есть очень большая проблема в России, и, наверное, это может быть одним из направлений международного сотрудничества. Также я имею в виду сохранения и улучшения состояния российских лесов. Можешь ли ты подтвердить то, что сказал Владимир, то, что дискурс меняется только для того, чтобы понравиться Западу? Владимир достаточно четко обрисовал картину того, что сейчас вообще происходит, и как меняется дискурс вокруг климата в России. И, конечно, невозможно не согласиться с тем, что очень много изменений произошло буквально за последнее время. Но к этим изменениям нужно пока очень и очень осторожно относиться, потому что, с одной стороны, да, сейчас понятно, что Россия вместе с другими странами будет так или иначе двигаться к климатической нейтральности. Но, с другой стороны, то, каким образом она это будет делать, пока не очень понятно. Ну вот, например, после того, как была объявлена цель о климатической нейтральности до 2060 года, была в России принята стратегия низкоуглеродного развития на период до 2050 года. И в этой стратегии говорится, что да, мы собираемся добиться климатической нейтральности к 2060 году, но при этом мы будем в основном это делать не за счет сокращения выбросов, а за счет лесов, либо за счет технологий улавливания выбросов. Там говорится, что в лучшем случае выбросы к 2050 году мы сократим всего на 14%, и это означает, что какой-то большой трансформации в энергетическом секторе пока что в России официально не ожидается. Если посмотреть на то, как вообще менялся дискурс в последние годы, то изменения очень заметные. Буквально до лета официальная риторика заключалась в том, что климат не очень интересен, и мы не очень верим вообще в изменения климата, и где-то с лета, пожалуй, стало уже понятно, что в каком-то обозримом будущем в России тоже появится цель климатической нейтральности, что это неизбежно, и вот осенью это наконец-то произошло. Если посмотреть на стратегические документы, еще прошлым летом, летом 2020 года, когда уже многие страны поставили перед собой цель климатической нейтральности, многие крупнейшие страны с крупными экономиками, в России был принят ряд очень важных стратегических документов, в частности, энергостратегия обновленная до 2035 года, и там говорится, как и прежде, что мы будем увеличивать добычу угля, мы будем увеличивать добычу и экспорт природного газа, ну и про нефть говорится, что в лучшем случае мы сохраним ее добычу на тех уровнях, которые у нас есть сейчас, либо этот объем немножко сократится. Про возобновляемые источники энергии там сказано очень мало, да, мы будем их развивать, но совершенно четко из этого документа следует, что это не является нашим приоритетом. Если посмотреть на последнюю стратегию низкоуглеродного развития, которая была принята буквально пару недель назад, то, в принципе, там курс остается таким же, то есть если мы собираемся всего на 14% сократить выбросы, это значит, что энергетику мы как-то сильно менять не собираемся, если вообще собираемся менять. Но, с другой стороны, вот даже те изменения, хотя бы в дискурсе, которые произошли за последние месяцы, они были, в общем-то, очень долгожданными и буквально несколько месяцев назад, наверное, было сложно себе представить, что в России вообще такое возможно. То же самое можно сказать и об энергопереходе. Да, пока в официальных планах ничего такого нет, но это не значит, что официальные планы не поменяются через несколько месяцев или, может быть, через несколько лет. Скорее всего, они будут меняться. И они будут меняться, конечно, в основном под влиянием внешних партнеров. И это не обязательно будет влияние по каналу Сибам, о котором сейчас много ведется дискуссий и разные высказываются мнения и в России, и за ее пределами. Тут, помимо Сибам, еще есть много других факторов. Например, в корпоративном секторе среди крупнейших корпораций сейчас есть очень сильная тенденция по переходу на возобновляемые источники энергии. Это чисто добровольные решения корпораций, но все это приводит к тому, что партнеры и инвесторы, которые находятся на Западе, они начинают требовать в том числе от российских компаний тоже переходить на возобновляемые источники энергии. И по этой причине российским компаниям тоже так или иначе приходится пересматривать свою политику. То есть здесь могут быть какие-то и еще дополнительные каналы помимо СИБАМ, которые в ближайшее время тоже начнут воздействовать на энергопереход в России. Ну и, наконец, если посмотреть на экономику возобновляемой энергетики, то в России наконец-то возобновляемая энергетика становится тоже конкурентоспособной. В это тоже было сложно поверить еще несколько лет назад, что это наступит в каком-то обозримом будущем. Но вот в сентябре этого года у нас был конкурс на строительство объектов генерации новее. И там новые ветроэлектростанции, которые будут построены через несколько лет, они победили с минимальной ценой рубль 70 за киловатт-час. Это те расходы, насколько будет стоить производство одного киловатт-часа за счет ветровой электроэнергии. И эта цена ниже, чем оптовая цена на электроэнергию сейчас как в Европе, так и в Сибири, в европейской части России, так и в сибирской части России. То есть это говорит о том, что в общем-то ветроэнергетика буквально через несколько лет уже абсолютно точно будет конкурентоспособна в России. И экономический фактор, конечно, тоже будет оказывать очень сильное влияние на энергетическую политику. и если вот прямо сейчас электроэнергия от возобновляемых источников не очень в России интересна, то буквально через пару лет эта ситуация может очень сильно поменяться в обратную сторону. Здесь очень важно то, в каких сферах будет для России возможно сотрудничество с иностранными партнерами в ближайшее время. и очень важно, я думаю, что для очень важно для российских компаний, вообще для российской стороны понимание, а что именно интересно будет иностранным партнерам. Потому что сейчас в России абсолютно четко ясно, что спрос на ископаемое топливо он так или иначе будет сокращаться в ближайшие, если не годы, то десятилетия. Сначала он начнет сокращаться на уголь, потом он начнет сокращаться на газ, и в конце концов точнее на нефть, и в конце концов на газ он тоже рано или поздно начнет сокращаться. И соответственно для российских компаний встает вопрос, каким образом дальше зарабатывать деньги. И для российского бюджета тоже встает такой вопрос, а где дальше брать источники доходов. И поэтому новые отрасли, которые несет с собой новая зеленая экономика, они конечно рано или поздно будут интересны России. И тут очень важно, каким образом и в каких именно сферах будет возможно сотрудничество. Большое спасибо. Региональные пилоты могут уже дать определенный ответ на последний вопрос. Как могут российские компании заработать деньги? Есть ли уже какие-то положительные познания? В некоторых регионах есть очень хороший опыт. Например, в Ульяновской области создан за последние годы кластер в сфере ветроэнергетики. Там есть уже первые ветропарки. И в дальнейшем также появятся солнечные электростанции и возможные электростанции на биогазе. И этот опыт конечно можно транслировать на другие регионы. Здесь важно понимать, что интерес в России к этой отрасли, в том числе в Ульяновской области, он заключался не именно в переходе на зеленую электроэнергию, а в том, чтобы создать производство, которые будут производить оборудование для зеленой электроэнергии. Конкретно в Ульяновске было создано производство лопастей для ветроэнергетических установок. И вот именно возможность какой-то промышленной кооперации и создания новых рабочих мест в промышленном секторе, вот этот вопрос, он был тут ключевым, почему это стало развиваться. И соответственно, если говорить о каких-то других перспективных регионах, которые тоже могут начать развивать что-то зеленое, то я думаю, тут тоже стоит обращать внимание прежде всего на возможности в промышленности. И это будет в России интересно, если можно создать новые места не только в генерации, где их будет достаточно мало создано при строительстве объектов генерации, а вот именно в производстве оборудования для ветроэнергетики, для других отраслей возобновляемой энергетики. господин Хоффман, можете ли вы, как представитель Восточного комитета германской экономики, партнёрам в ЕС или в Германии давать указания, какие могут быть политические рамочные условия для предприятий, потому что адаптироваться это должны предприятия, компании, и они, видимо, тоже были удивлены той большой динамикой последних изменений в России. Ну, не знаю, могу ли я давать рекомендации для переговоров, но мы, на самом деле, тоже отмечаем, что дискуссия по ленотеме декарбонизации, энергетического поворота за последние месяцы действительно набрала обороты, и я хотел бы присоединиться к госпоже Ланшиной, что главное это действительно сигналы, исходящие из рынка, международного рынка или международных рынков, они тоже противоречивые, к сожалению, с одной стороны, рынок требует ископаемых источников энергии, потребность в угле нефти и газа растет, актуально очень сильно, и одновременно Россия начинает чувствовать, что глобальное подтепление в общем-то не выполняет те, не оправдывает те надежды, которые Россия на его возложила, когда случился несчастный случай под Норильском, в общем-то уже после этого несчастного случая стало ясно, что это не только шанс, но и риск, то есть освобождение северного Москового пути от льда, и поэтому они сейчас пытаются в России продавать как можно больше полезных ископаемых, пока они еще востребованы, но с другой стороны, конечно, задумываются, а что будет с нашими традиционными экспортными товарами, нефть, газ и уголь, и компании над этим задумываются, и политики тоже размышляют по поводу перспектив долгосрочных после 1935 года, и тут мы видим шанс с компаниями России вступить в диалог с правительством тоже, поскольку тут есть общие интересы, и к них надо взяться сообщать. В России сейчас уже все громче выражают потребность в субституции, в замещении экспорта, то есть оборудование придется выпустить в самой России, в состоянии ли это сделать вообще российские компании, и как немецкие компании к этому относятся, которые хотят инвестировать в Россию. В общем, намерение возмещения экспортов это реакция на конфликт между Великобританией и Евросоюзом. Россия пытается сделать себя неуязвимой в области, в экономической области, и стремиться к тому, чтобы локализовать основное производство, или самые главные виды производства, или промышленности у себя в стране. есть такие стремления обеспечить независимость от западных санкций. Требования по замещению экспорта, или импорта, в общем-то, импорта, конечно, с российской стороны, высказывается на политическом уровне. Тут есть политическая поддержка, но мы считаем, что это не всегда самый подходящий путь стремиться к тому, чтобы все производить отечественное. Мы считаем, что этот шаг предпринимается в политических целях, но это связано для России с большими расходами, чем имели место в случае международного сотрудничества. И последний вопрос, говорит госпожа Хартер, к вам. Очень часто в дискуссиях можно услышать, что газ требуется как переходный энергоноситель. Как вы, как представитель бизнеса, смотрите на этот, на это? это вопрос нашей германской энергетики, как быстро мы сможем увеличить мощности ВИЭ в такой мере, чтобы мы смогли удовлетворить потребность в электроэнергии, тепловыми насосами, декарбонизацией и так далее. Чтобы покрыть эту потребность зелеными видами энергии, мы в следующем году собираемся отключить атомные электростанции. Если нам не удастся покрыть этот пробел другими возобновляемыми источниками энергии, то газ является таким энергоносителем, который располагает наиболее положительным соотношением СО2, и поэтому газ, мне кажется, нам потребуется как переходный вид электроэнергии, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей. Господин Мюллер-Кренер, вы согласны с такой позицией? Ну, в принципе, да, но я бы все-таки хотел дополнить. прежде всего хотелось бы сказать несколько слов о зеленой сделке. Это тема сегодняшнего вечера, что это означает для наших европейских соседей и для России. Это центральный проект Еврокомиссии, когда госпожа фон дер Лайн посетила наш офис, выступила с докладом на эту тему, и цель зеленой сделки заключается в том, чтобы Европа к 50-му году стала первым климатически нейтральным континентом, и, значит, одобрена или утверждена целая программа мер, готова к 50-му году, Fit for 55, и надо посмотреть, как это возможно будет реализовать, одновременно обеспечивая защиту промышленности от слишком внезапной реструктуризации, но основная мысль это климатический нейтралитет, что означает отказ от ископаемой нефти, от ископаемого газа, от ископаемого угля, и я потом еще могу поподробнее сказать, в основном это означает с 50-го года эти источники энергии в Европе не будут больше использованы, сожжены и, естественно, не будут больше импортироваться. Если мы подумаем, что эта зеленая сделка означает для наших соседей, то прежде всего здесь, конечно, надо отметить изменение торговых отношений или влияние на торговые отношения, потому что если мы подумаем над будущими нашими торговыми отношениями с Россией, например, конечно, будем покупать полезные ископаемые, но уже не будем покупать ископаемых источников энергии, поскольку мы не имеем права этого сделать, потому что мы взяли на себя задачу обеспечения климатического нейтралитета. И тут возникают разные сложности. Конечно, должны быть внедрены так называемые мостовые технологии, и надо в этом контексте задуматься, что это за мост, какой длины, какой ширины, и какие технологии будут переправляться через этот мост. То есть это не совсем продумано. По газу это конкретно означает, что да, мы в Германии приняли решение закрыть или отключить атомные реакторы. Я думаю, что тут изменений уже не будет. Последние реакторы будут отключены в следующем году. Затем будут подписаны соглашения относительно отключения угольных электростанций к 30-му году. Конечно, тут будет образована дельта. И эту дельту надо закрывать переходные технологии. Это природный газ прежде всего. И вопрос такой, мы ведь уже сейчас импортируем природный газ, и сколько нам потребуется мощности для такого переходного перерыва. Я думаю, что да, но в очень небольшом объеме. мы должны быть бдительны в плане инвестиций, какие инвестиции будут вложены в инфраструктуру, чтобы мы не оказались в зависимости от экономической от Кабульбы, или чтобы не были такие ненужные инвестиции, потому что речь идет о переходном периоде 10-15 лет. То есть это инвестиции, которые будут вводиться на относительно небольшой период времени, как сейчас ведутся дискуссии между партиями, которые должны образовать новое немецкое правительство, сейчас в частности земельное представительство Гамбурга ведутся дискуссии о введении водорода как важного основного энергоносителя как это сделать, например, можно ли использовать ограниченные разрешения на эксплуатацию например угольных электростанций, вот эти все вещи, ограничительные меры, они должны расшириться и охватить другие отрасли, как системы отопления и вообще весь сектор энергетики. Конечно, в этой сфере есть еще много других вопросов, но в заключении хочу сказать, что в свете того, что мы сейчас находимся в ограниченном по объему и по времени переходном периоде, мы должны подумать, какие меры вообще соразмерны этому периоду времени, огромный самый большой проект, инфраструктурный проект по углеводородам, это огромное количество более 100 миллионов кубометров СО2, это Северный поток-2, он уже сейчас связан с этими выбросами, как раз таки вот этот Северный поток не совместим с зеленой сделкой Евросоюза, и мы должны принять решение, я думаю, что мы все-таки выберем цели зеленой сделки. Конечно же, еще один вопрос, есть очень важный вопрос, касающийся амбициозной политики декарбонизации в Германии, каковы предпосылки, которые должна выполнить страна и общество, чтобы действительно реализовать такую политику, я вас спрашиваю, как представителя организации гражданского общества, то есть организации, подобные, которые не существуют в России ни по объемам, ни по возможностям своим, по политическим, то есть как вы думаете, какая здесь может быть совместная политика, чтобы эти цели продвигать совместно, мы как немецкая экологическая помощь, как ассоциация, мы, конечно, непосредственно причастны к формированию этих целей, мы, в частности, подали, выиграли иск перед Конституционным судом Германии, соответствующий, это привело к тому, что у нас был принят очень строгий закон по защите климата, который предусматривает, что до сорокового года все секторы экономики, включая энергетического сектора, включая строительного сектора, движения, что все эти секторы должны снизить и в итоге аннулировать свои эмиссии, это, конечно же, имеет колоссальные последствия для экономики Германии и для торговых отношений с другими странами, у нас в Евросоюзе есть очень четкие правовые рамки, и в течение последующих двух лет все это конкретизируется введением пакета мер Fit for 55, в этих рамках экономика должна вкладывать дальнейшие ресурсы, инвестировать, и все сигналы сейчас, все стрелки сейчас стоят в направлении декарбонизации среди немецкого предпринимательства, предпринимательство здесь уже продлинулось во многом дальше, чем политика, электромобильность растет в своих масштабах, и очень многие предприятия вкладывают деньги, потому что уже возникло понимание, что это тот сектор, в котором можно заработать много денег, конечно же, тут есть еще много открытых вопросов, но мне кажется, что все уже, как говорится, услышали выстрел, и все уже знают, куда идет общее развитие, что касается русских коллег, то важный вопрос, что касается крупных экономических акторов российской экономики, то есть тех концернов, которые работают с добычей ископаемых энергоносителей, я еще совсем недавно помню, вел разговор с представителями Газпрома, которые мне с радостью заявили, что еще до конца столетия они будут прекрасно продавать свои энергоносители, потому что климатические изменения, это все равно, все неправда, и сейчас уже ведутся разговоры о выработке водорода из природного газа, об использовании газовой инфраструктуры для водорода, это все мне как-то не верится, потому что фактически инвестиции в этот сектор крайне невелики, и инвестиции текут совсем в другую отрасль. Я думаю, что этот вопрос можно задать и Владимиру тоже. Я скорее соглашусь с тем, что в России сейчас много слов и практически нет дел. Это не значит, что дел не будет никогда, но это значит, что предстоит проделать очень много для того, чтобы ситуация изменилась. Я уверен, что никто из крупных компаний, связанных с ископаемым топливом в России на данный момент не планирует ничего сокращать и действительно считает, что они смогут еще длительное время продавать нефть, уголь и газ. И вообще непонятно, осуществите ли вы здесь свои угрозы, перестать это покупать или нет. Они, я думаю, что хотят верить, что каким-то образом всего этого не произойдет. И я думаю, что российская политика отрицания вообще самой проблемы изменения климата, она была все прошедшие годы, до этого года, она была завязана на том, что все в России, я имею в виду крупный бизнес и власть, все думали о том, что как-нибудь это рассыпется. то есть они поговорят, поговорят в Европе, а потом забудут про это все. Ну вот мы им скажем, что мы не согласны и не будем этого делать, но они не будут тогда это все делать. И последние изменения в российской политике, в риторике, по крайней мере, они произошли из-за того, что большая часть бизнеса поняла, что нет, это действительно произойдет и надо срочно что-то делать. Но вот эта надежда потому что они конечно российский большой бизнес связанный с ископаемым топливом, естественно они воспринимают все, что происходит в Европе и грин-дил сам по себе как большую угрозу. Но сделать они ничего с этим не могут. И конечно большая часть этих людей считает, что может быть как-то все само здесь рассыпется и вы не будете от них ничего больше требовать, а просто будете покупать много газа из Северного потока и все будет хорошо. Видимо нужно время для того, чтобы они привыкли к этой идее. Потому что они конечно не привыкли и всеми своими силами пытаются как-то так думать о том, что как-нибудь но вот у них получится. просто надо чаще может быть отсюда напоминать им, что нет не получится. Как с Карбен так же получилось, они же испугались, испугались. Ну и дальше так же будет. Просто Россию надо не нужно ни в коем случае рассчитывать на то, что внутри России что-то будет меняться. Хорошо, если оно будет меняться, но не надо на это рассчитывать. Надо относиться к этому так, что есть Россия, вы хотите, чтобы она что-то делала, значит вам придется ее толкать. Это главный принцип. Господин Кремер, вы упомянули тему водорода. Зеленый водород это один из секторов, в которые есть надежды выстраивания новых торговых отношений с Российской Федерацией. Как вы рассматриваете необходимость регулирования налогообложения в этом секторе, в секторе водорода, и можете ли вы себе представить, что об этом могут вести с переговорами в положительном ключе, или может быть уже имеются какие-то результаты переговоров между Россией и Европейским Союзом. И этот вопрос я также хотел передать нашим российским коллегам. Конечно же мы будем нуждаться в водороде, мы не сможем использовать исключительно электроэнергию, нам будет необходим водород, и мы конечно же переведем и вынуждены будем перевести огромные части европейской экономики на использование возобновляемых источников энергии, в том числе и сектор отопления, но тем не менее нам нужны будут и другие источники энергии, в частности для энергоинтенсивных видов промышленности, для авиапромышленности и так далее. Конечно же уже ведутся дискуссии со странами-партнерами, торговые отношения должны развиваться, инфраструктура должны развиваться. Здесь главная тема это зеленый водород и те основные мысли, которые я слышу из России, это так называемый синий водород, который должен будет производиться из метана, включая аккумуляцию СО2 в каких-то шахтах и в каких-то прочих местах, но это конечно же нецелесообразно, потому что при добыче природного газа возникают огромные эмиссии СО2. Что касается вот этой переработки метана, водород, то эта технология все еще не достигла реального уровня, то есть в лаборатории какие-то эксперименты работают, но на самом деле использовать ее можно будет может быть только через 50 лет. Также есть еще такая тема как желтый водород из атомной энергии. Я ничего еще не слышал о каких-то серьезных проектах в России по зеленому водороду. Было бы конечно здорово, если бы смогли разрабатывать совместные проекты, уже существует интенсивная кооперация с Марокко у нас в частности и украинское посольство, которое находится неподалеку отсюда, думаю, тоже уже проявляет интерес к этой области. Мне конечно хотелось бы и было бы прекрасно, если бы российские партнеры тоже встали на нашу сторону в этом плане. Очень важная тема и перспективная тема это непосредственный импорт зеленой электроэнергии по соответствующим энергопроводам и эта энергия может быть использована для производства зеленого водорода здесь в Германии. Татьяна, как ты рассматриваешь возможности кооперации в области зеленого водорода и прямых поставок энергии из России в Евросоюз? Я думаю, что это очень интересная сфера для сотрудничества безусловно, но тут проблема в том, что у России и у ЕС достаточно разные позиции относительно происхождения водорода. В водородной стратегии ЕС сказано, что в более долгосрочной перспективе водород должен быть зеленым. В какой-то краткосрочной и среднесрочной перспективе да, возможны варианты, возможно не только зеленый, но вот в долгосрочном перспективе реориентация идет на зеленый водород. В российских стратегических документах по водороду, а у нас они вышли за последнее время, там говорится, что пока до 2035 года мы делаем акцент на водороде, который производится за счет ископаемого топлива. про зеленый водород, который производится за счет электроэнергии от ВИА, там сказано очень мало, и в основном какие-то планы на этот счет они будут только после 2035 года. Это говорит о том, что если сейчас Россия будет делать акцент на водороде, который производится из ископаемого топлива, то когда у нас появятся какие-то реальные коммерческие проекты, это будет, конечно, не сразу, а через какое-то время, в тот момент в Европе возможно уже никто вообще не будет говорить про водород из ископаемого топлива. И при этом мы упустим возможность инвестировать в зеленый водород, и вот когда он будет нужен через несколько лет или через пару десятилетий, в этот момент у нас просто не будет тех мощностей, которые необходимы для его производства. Так, безусловно, да, это интересная тема, просто надо возможно как-то более четко коммуницировать, какой именно водород будет востребован в Европе. Мне хотелось тут добавить, что сейчас очень важный момент, на мой взгляд, потому что в России только начинается развитие водородной энергетики, вот появилась государственная программа, еще никаких готовых мощностей нет, только-только-только начинают об этом думать, и мы собираемся производить водород не для российских нужд, а для экспорта только. И это с моей точки зрения означает, что есть хороший момент именно сейчас тем, кто в будущем будет этот водород покупать, сказать России, какой водород хотелось бы получать от нее. я думаю, что именно сейчас, когда еще ничего не построено, а только идет процесс принятия решений с самого начала, вполне возможно, если Европа скажет, мы будем покупать именно зеленый водород, а не какой-то другой, это окажет огромное влияние на то, как водород будут производить в России. Я думаю, что если импортеры скажут, нам нужен зеленый, а не какой-то другой, в России будут делать зеленый. господин Хоффман, вы согласны? Готовы ли компании в России и немецкие компании вместе производить тот водород, который нужен Евросоюзу? Да, скажу кратко, абсолютно да, и если компании выразят пожелание, какой им водород нужен, то российские партнеры наверняка выполнят такое пожелание, но вопрос другой. Если мы быстро хотим уйти от СО2 интенсивного производства, то наши компании должны обеспечить реструктуризацию, и если они будут в реструктуризации учитывать или делать ставку на водород, тогда им конечно нужен водород в большом объеме, и поэтому идеально было бы, конечно, если бы только выпускался зеленый водород, но по-моему это нереально, и если у нас альтернатива выпускать зеленый водород пока в небольших объемах, насколько сможем, и еще выпустить и другие виды водорода, которые не являются конечно свободны от выбросов СО2, но менее выбрасывают, чем другие, то это было бы хорошим переходным вариантом, то есть мы не должны делать ставку исключительно на зеленый водород. Я не исключаю технического прогресса, конечно, если действительно нам удастся через несколько лет дальше развивать технологию CCS и пиролиза, то почему бы не использовать и такие варианты для того, чтобы обеспечить более быструю декарбонизацию СО2 интенсивных видов промышленности, и поэтому я понимаю, что, конечно, есть пожелание выпустить исключительно зеленый водород. Российские компании, кстати, тоже это желают. Компания, которая наименовании имеет слово «Атом», развивает водородные проекты из ветра, то есть есть подобные тенденции, но это пока не основной элемент, поскольку в России очень много ископаемых видов энергии и, конечно, пытаются использовать те ресурсы, которые есть, уголь, природный газ, и из них выпустить этот современный энергоноситель водород. И я уверен, что российская сторона будет выполнять требования по низким выбросам СО2, низкоуглеродистым технологиям, и сейчас уже внедряются проекты между Россией и Германией, Германо-Российский сырьевой форум, как раз сейчас занимается такими, этой темой безуглеродным производством водорода. вы хотите возразить, говорит госпожа Хартер, да нет, я не возражаю, все это можно делать, но надо точно посмотреть рамочные условия, и рамочные условия, установленные Парижским соглашением, и конкретно решением Конституционного суда Германии, то есть тут есть четкие законодательные рамки, которых нельзя обойти стороной, потому что Конституционный суд это последняя инстанция, и они выбрали именно подход оценки того бюджета по выбросу CO2, который остается у Германии, и конечно допускается определенный переходный период, определенные вариации, но в конце концов и утвержден большой коалиции соответствующий пакет, к 30-му году, к 35-му году Германия должна быть нейтральным в отношении выбросов CO2, и кроме того, или дополнительно по этим эмиссиям не важно, где они выпускаются, то есть и экспорты должны быть нейтральными, и поэтому голубой водород в долгосрочном плане, а 45-й год это не в таком далеком будущем, то есть в производстве так называемого голубого водорода, во-первых, имеется большая потребность в энергии, и кроме того, возникает огромная эмиссия метана при добыче и при перевозке, а это в этом контексте просто недопустимо, то есть эта проблема существует, и поэтому следует задуматься над тем, имеем ли мы право использовать такую переходную технологию, в конце концов, у нас должен быть исключительно зеленый водород, и поэтому я рекомендую всем компаниям, которые инвестируют большие суммы, инвестируют такие технологии, которыми можно зарабатывать деньги на много лет вперед, а не лишь на 15 лет вперед. Я сейчас хотела бы говорить Штефане, передать слово Фолькеру Вайкселю, который посмотрел вопросы в чате. Да, спасибо, Штефани, тут был задан целый ряд вопросов, я на некоторые из них ответил уже в чате. Я хочу начать с вопроса, заданного Йоханнесом Рором. Он сказал, что дискуссия очень сильно концентрируется на вопрос защиты климата, а зеленая сделка означает намного более того. И он хотел бы узнать как вопрос индигенных народов, то есть он приводит пример электромобильности. Это означает, что компаниям для аккумуляторов нужны металлы, никель в частности и компания в Норильске там добывает этот никель, где живут индигенные народы и в этом контексте он задает вопрос, не решается ли проблема электромобильности в ущерб интересам индигенных народов. и другой участник задает вопрос, можно ли убедить немецкое население и население ЕС, чтобы в эти соглашения были включены и права коренных народов. Кто хотел бы спрашивать Штефани ответить на этот сложный вопрос? Может быть вы начнете, а затем Владимир продолжит уже российскую перспективу. Да, меня действительно очень сильно интересуют различные перспективы. По этим проблемам у нас в Германии с этого года существует так называемый закон цепочек поставок. Он еще несовершенный, но мы будем его дальше развивать. Соответствующая инициатива будет и на уровне ЕС. И там как раз речь идет о правах человека и учете их в любых соглашениях, в любом развитии технологий и торговле этих всех металлов. Конечно, тут играет огромную роль. Они важны не только в плане электромобильности, но и фотовольтайки. и, конечно же, мы обязаны обеспечить, чтобы в будущем у нас были исключительно такие цепочки поставок, которые учитывали бы основополагающие экологические стандарты, стандарты по правам человека и условиям труда. Это, конечно, выльется наверняка еще в живую дискуссию с германскими политиками, но без этого никак нельзя, по-моему. Владимир, российская перспектива, то есть такой европейский закон цепочек поставок наверняка потребует еще больше времени для внедрения, чем немецкий, который тоже внедрялся в течение многих лет. Может ли Россия использовать это время для проработки именно таких вопросов? Ну, во-первых, очень важно, что действительно этот вопрос затронут. Жаль, что раньше у нас не было времени в дискуссии об этом говорить. Безусловно, при энергопереходе и в рамках Green Deal первостепенное значение должно быть уделено демократическим нормам правам человека и в рамках этого вопроса, конечно же, один из главных элементов это права коренных народов. Нужно сказать, что в России довольно тяжелая ситуация в этой области, потому что права коренных народов нарушаются прежде всего добывающими компаниями, которые добывают ископаемое топливо и в части проблема, которой я последние годы очень много занимаюсь, это добыча угля. Там колоссальные совершенно нарушения со стороны российских компаний, угольных компаний и действительно большой вред местам, где живут коренные народности. В связи с этим мне хотелось бы еще раз с этой сцены обратиться к немецкому бизнесу и немецким банкам и финансовым институтам с тем, что они должны обращать внимание на то, откуда поступает в Германию уголь. Я напомню, сегодня крупнейший источник угля для немецких тепловых станций это Россия, это именно российский уголь, его больше всего в Германии и практически если не весь, то почти весь этот уголь, который приходит в Германию, можно связать с какими-то случаями нарушения прав граждан на здоровую природу, либо же с нарушениями прав коренных народностей, которые есть в Кузбассе, где основное количество угля добывают в России. Мне бы хотелось, чтобы со стороны Европы уже сейчас уделялось больше внимания вот таким нарушениям и возможно вводились бы какие-то санкции против российских компаний связанных с нарушениями. И маленькая-маленькая ремарка по отношению к водороду, которая до этого развернулась дискуссия, я хотел бы вам сказать, знаете, это все умные вот эти какие-то мысли, схемы, формулы, это все очень здорово, политика, стратегия, это все очень здорово, но есть конкретная совершенно вещь, есть Росатом и он занимается и атомной энергией, и ветровой энергией. Вот вы вот придете сегодня к Росатому и скажете мы хотим зеленый водород и Росатом будет строить ветровые станции и будет производить вам зеленый водород, а если вы скажете мы готовы брать любой водород, он будет строить атомные реакторы, потом этот атомный реактор может взорваться и радиоактивное облако долетит до вас. Вот конкретная жизнь, если говорить не о бумагах и стратегиях умных, а о сегодняшней жизни в России, как это устроено. Я хочу сразу же попытаться ответить, вернее, тоже поговорить на эту тему, зеленая сделка и сырье для энергоносителей, конечно же, добыча такого сырья всегда или почти всегда связана с разрушением окружающей среды, жизненной среды, людей, животных и так далее. Мы, как мировое сообщество, потребляем гораздо больше энергии, чем мы имеем право, то есть мы потребляем гораздо больше энергоносителей, чем то, что успеет воспроизводиться, то, что успевает вырасти, так сказать. Поэтому решение состоит только в более высокой эффективности, в более высоком уровне ресайклинга. я не думаю, что эти вопросы можно будет решить в краткосрочной перспективе, однако, конечно, мы должны больше перерабатывать, нам нужен больше ресайклинг, мы должны на их находить, искать альтернативы, замены. Это, конечно, задача как для промышленности, так и для ученых. Это является частью зеленой сделки, но, к сожалению, в зеленой сделке не упоминается защита коренных народов. К сожалению, если речь идет о требованиях, то, что вы сказали, о требованиях к Росатому, поставлять только зеленый водород, конечно, мы можем предъявлять такие требования, но возможности Росатома в краткосрочный период начать производить большие количества водорода из ветряной энергии ограничены. То есть это касается не только Росатома, многих других компаний и стран. Это требует колоссальных инвестиций и вопрос состоит в том, можем ли мы вообще получить такие количества водорода, если он будет производиться только из возобновляемых источников энергии. или же все-таки не должны ли мы здесь в Европе для достижения безуглеродной промышленности все-таки делать ставку на альтернативные решения в среднесрочной перспективе. Это вот немецкий путь к чисто зеленому водороду не является совсем бесспорным. у нас и в Евросоюзе еще нет единого мнения на эту тему, поэтому мы еще не можем предъявлять такие однозначные требования нашим партнерам. вопрос со стороны Олеси Лукман вопрос следующий вопрос господину Хоффману российские предприятия заинтересованы в так называемых зеленых облигациях в зеленых займах и готовы ли они действительно в своих отчетах указывать отчитываться о своем экологическом балансе соответствующим образом для того чтобы получать такие займы такие зеленые займы я не могу говорить за всех за все российские предприятия они очень заинтересованы в этом и не столько что касается их отчетности а речь идет о том что проценты на инвестиционные кредиты которые они получают в российских банках гораздо более высоки чем те зеленые кредиты которые выдает Европейский Союз потому что им это просто выгоднее в чисто финансовом соображении вторая часть вопроса думаю тоже очень важна действительно будут ли действительно адаптирована отчетность корпоративная отчетность будут ли повышенные стандарты экологические для получения этих кредитов я думаю что если это действительно будет выгодно то это будет происходить однозначно тот же вопрос от той же слушательницы может быть кто-то из других участников подиума может ответить господа Ланшина и кто-то еще что касается так называемого carbon capture то есть аккумуляция от CO2 в каких-то подземных бывших шахтах и прочих помещениях для того чтобы они не выделялись в атмосферу в России но конечно здесь нужно понимать что эти технологии очень сильно вредят энергопереходу то есть чем больше мы будем инвестировать в улавливание и захоронение тем больше будет возможностей сохранять имеющуюся структуру генерации и тем больше инвестиций мы будем отвлекать из действительно зеленых направлений из возобновляемой энергетики и более того это не имеет никакого вообще смысла добывать ископаемое топливо сжигать его затем улавливать выбросы и где-то их захоранивать то есть это даже с точки зрения здравого смысла совершенно неприемлемо ну и с точки зрения того сколько это будет стоить это тоже абсолютно неприемлемо потому что возобновляемые источники энергии сейчас обходятся гораздо дешевле чем производство энергии за счет ископаемого топлива и затем улавливания захоронения выбросов как и ожидалось конечно же тема северный поток 2 вызвала наибольшее количество реакций у нас поступило три вопроса Инна Роман задала вопрос Саше Милле Кренеру и так она утверждает что этот трубопровод уже готов сомнительно удастся ли предотвратить его введение в эксплуатацию потому что потом еще стоит вопрос о демонтаже этого трубопровода это тысячи километров трубопровода которые нужно снова извлечь из-под земли из-под моря это тоже связано с энергозатратами еще один вопрос Саше Милле Кренеру отрицание ввода в эксплуатацию северного потока 2 касается ли она также и того случая если этот трубопровод будет транспортировать зеленый водород и третий вопрос господина Лютина господин Лютин напоминает о том что Норд Трим 2 акционерного общества Норд Трим Северный поток 2 как раз ведет судебный иск против Евросоюза и вопрос в том какие риски вообще хранят в себе вот такие судебные иски для европейской зеленой сделки и как Евросоюзу стоит обращаться с этим относиться к этому давайте попытаюсь последовательно ответить на эти вопросы может быть кто-то из других участников хочет что-то дополнить я с самого начала говорил еще даже до того как начали строить этот трубопровод я всегда говорил что это очень плохая идея я не строил этот трубопровод я не собираюсь оплачивать за его демонтаж объемы которые должны транспортироваться по этому трубопроводу рассчитаны на на 80 лет примерно и это не соответствует это категорически противоречит климатическим целям Евросоюза поэтому этот трубопровод не должен быть введен в эксплуатацию завтра утром я должен предстать перед высшим административным судом города Графсвальд это тот суд та инстанция которую мы подали заявку аннулировать разрешение на эксплуатацию этого трубопровода из экологических соображений далее вопрос о водороде конечно же инфраструктура может быть использована для транспортировки не только метана но и водорода этот трубопровод довольно современный технически он способен для транспортировки где-то на 70-80% транспортировать водород то есть не на 100% это технически невозможно однако абсолютно независимо от того что этот трубопровод связывает российские источники природного газа с европейскими потребителями я не вижу где где это в российской арктике где-то еще стоят ветряки для производства водорода мы это проходили еще в школе на химии что количество водорода то есть молекул водорода намного меньше чем молекул других газов то есть в итоге количество водорода которое может передаваться по этому трубопроводу будет гораздо меньше чем количество газа и это в итоге все получается совершенно нерентабельно чисто экономически и политически также несостоятельно какой был третий вопрос повторите пожалуйста секундочку конечно же вот этот вот этот иск к европейскому союзу о защите инвестиций об охране инвестиций ну мы посмотрим я не думаю что этот иск действительно будет успешен на фоне энергетической харти самым элегантным будет следующее решение если просто немецкий суд аннулирует разрешение на эксплуатацию или же если евросоюз не разрешит введение в эксплуатацию этого трубопровода потому что это нарушает внутреннюю европейскую директиву о внутреннем рынке евросоюза что касается компенсации компенсации будут только в том случае если действительно немецкие законодатели не позволят ввести эксплуатацию трубопровод который введение в эксплуатацию которого уже разрешено но я не думаю что европейский арбитражный суд это допустит господин Хоффман тоже хочу сказать пару слов о северном потоке два во первых что касается последнего вопроса допуск или недопуск к эксплуатации этот иск об охране инвестиций это вопрос который с нынешней перспективы выглядит совсем иначе чем когда весь этот проект начался северный поток был запланирован в 2006 году сначала было 4 трубы там запланировано потом уже было решено прокладывать две трубы и уже тогда были получены все разрешения которые были для этого необходимы европейский союз в итоге изменил свои условия по выбросу эмиссии в рамках называемой энергетической харти и вот этот вот проект северного потока 2 когда он начался строить была поставлена намечена дата его завершения которая не предусматривает охраны инвестиций это в общем-то очень большое нарушение доверительных отношений с инвесторами в Евросоюзе и я думаю что уже поэтому Северный поток 2 подал этот иск о охране инвестиций конечно же мы уже говорили что водород из природного газа не свободен от СО2 так во время на момент планирования этого газопровода уже было ясно что это современный трубопровод с гораздо меньшим количеством уплотнительных станций гораздо меньше энергозатратностью и в итоге энергобаланс этого трубопровода намного лучше чем другие трубопроводы вы сказали 60-80 лет срок эксплуатации этого трубопровода я думаю что это будет 50 лет но конечно же риск экономически целесообразной эксплуатации трубопровода несет оператор трубопровода это понятно но в итоге строители трубопровода если поставить сейчас оператор трубопровода перед вопросом является ли вообще эксплуатация трубопровода экономически целесообразной то это конечно же не повышает уровень доверия к Евросоюзу как к партнеру Владимир скажите пожалуйста с точки зрения экологического активиста из России что бы вы сказали об этом вопросе доверия в экономических отношениях или вы вас вам присвоили статус иностранного агента и как вы вообще относитесь к этим аргументам с доверием сейчас вообще везде тяжело что касается северного потока то как эколог я только могу сказать что если мы говорим об энергетическом переходе и лучше всего о справедливом энергетическом переходе то нам лучше бы не финансировать новые проекты в области ископаемого топлива а вкладывать имеющиеся ресурсы в возобновляемую энергетику и энергоэффективность есть ли еще другие вопросы нет больше сейчас вопросов нет а время у нас еще есть поэтому могу вас призвать задавать еще вопросы но у меня вопрос переходный такой у нас уже была встреча экспертов до этого мероприятия и там были очень разные позиции одна позиция такова что нам обязательно надо сотрудничать с Россией чтобы обеспечить зеленый поворот в России иначе Россия в одиночку продолжит этот грязный коричневый путь то есть по нефти и газу это означает что если мы полностью прекратим импорты тогда или откажем взять импортов тогда Россия продаст нефть и газ на азиатский рынок и мы ничего не выиграем а встречная или другая вторая позиция была такая мы можем обеспечить защиту климата и без России и потому что в России нет истинного интереса к изменению энергетического баланса все манипулирует так чтобы экологический баланс в конце совпадал но тут нет истинного экологического прогресса я хотел бы спросить как считают участники подиумной дискуссии что реально и как мы можем проверить но это две очень такие грубые позиции и я бы хотел привести конкретный пример как я мог бы себе представить очень производительные отношения у нас например в Германии и в целом в Европе есть огромная проблема в области фотовольтайки европейская промышленность в этой сфере на которую мы делаем большую ставку в плане энергетического поворота климатических целей почти полностью зависит от импортов от полисилиция поликремния из Китая причем не только из Китая а из так называемого западного Китая Чинчан где все это добывается заключенными лагерей уйгурами и это во-первых проблема этики может быть в скором времени перейдет на уровень или в плоскость правовой проблемы американцы уже объявили санкции и это конечно коснется европейских компаний то есть как эту проблему решить эти металлы то есть это сырье о которых там идет речь уже сейчас производится или добывается во многих концах мира в России в том числе и например если бы были заключены бизнес сделки на такое сырье которое поможет нам решить экологические проблемы это было бы весьма интересно и мы бы тогда не имели такую черно-белую картину мы можем сказать мы хотим отказаться от этого продукта потому что нам он в будущем уже будет не нужен но есть перспектива которую мы готовы развивать на будущее я думаю что кооперация и очень важно чтобы эта кооперация происходила именно в зеленом секторе другие формы кооперации уже и так имеются между ЕС и Россией и России так очень сложно строить какую-то новую зеленую экономику хотя понятно что это необходимость и я думаю что здесь очень важно искать как раз сферы где может быть какая-то синергия я бы добавила защита климата это глобальная проблема это надо вновь и вновь повторять и даже если Европа попытается в одиночку создавать какие-то новые программы правила и так далее этого будет на долгосрочную перспективу недостаточно для того чтобы сдержать глобальное изменение климата это мое личное мнение но я бы сейчас попросила ответить еще и Владимира и господина Хоффмана я могу только согласиться двумя руками поддержать то что уже сказала Татьяна Ланшина мне кажется что самое важное для климата сейчас это чтобы в России помогли осуществить справедливый энергопереход и построить и построить свою собственную зеленую экономику без внешней помощи Россия этого сделать не сможет она не готова этим заниматься прямо сейчас и у нее не хватает многих видов ресурсов чтобы это сделать даже если бы политическое решение было а мы пока все-таки этого решения не видим будем честными да но в принципе мне кажется что все остальные виды сотрудничества но они наверное тоже для кого-то важны особенно для тех кто в них участвует но вот если мы говорим в контексте Green Deal и Just Energy Transition то самое главное это дать России ресурсы помочь ей встать на рельсы безуглеродного развития и уйти от вот этой огромной зависимости от ископаемого топлива который есть сейчас да и я надеюсь что когда-то через 5 или не знаю 7 лет мы возможно будем здесь снова сидеть и будем говорить уже о том что это работает мне бы очень этого хотелось чтобы в будущем произошло так вы абсолютно правы защита климата это глобальный вопрос и мы должны вовлечь в этот процесс все страны не только Россию надо однако попытаться на это развитие смотреть из перспективы этих стран и структура в России такова что благосостояние России строится на ископаемых источниках энергии и в целом на полезных ископаемых и на сырье и поэтому есть озабоченность того в России что Европа может не включить ее в этот процесс совершения энергоповорота и мы должны ее убедить в том что нет мы хотим ее привлечь и мы должны поддержать Россию это же не greenwashing в конце концов если мы будем помогать например вновь сажать леса и так далее это просто более эффективное использование ресурсов например нужно найти ответ на вопрос а что для чего можно использовать нефть кроме как для того чтобы сжечь его это очень важный вопрос как мы можем помочь России использовать нефть в течение переходного периода так чтобы это пошло в пользу энергетического поворота если нам это не удастся тогда мы потеряем очень важного нужного партнера в борьбе против глобального потепления изменения климата и как бы это не оказалось не показалось сложным всегда надо пытаться найти совместный путь это очень пойдет на пользу да говорит Штефани конечно эти разговоры этот диалог на тему изменения климата следует освободить от политического фактора но это не так просто готовность к 50 году экономика замкнутого цикла тоже очень важный вопрос и конечно мы не хотим никого отпугивать но все равно это сложно потому что надо чтобы была готовность к диалогу с обеих сторон и в этом контексте хотелось бы задать вопрос Татьяне насколько российское правительство готово к диалогу готово к адаптации нормативных актов законов и так далее когда речь идет не только о бизнесе об экспортах об экспорте ну конечно не просто говорить о готовности российского правительства к чему бы то ни было потому что как мы видим в последний год ситуация может быстро меняться и вообще она может меняться совершенно в непредсказуемую сторону но я думаю что сейчас мы находимся в таком историческом моменте когда в принципе возможно очень многое возможно больше чем было возможно когда бы то ни было до сих пор и я думаю что этот момент надо использовать то есть есть много разных вариантов сейчас и очень сложно предсказать к чему именно можно прийти короче такая оптимистичная позиция надо стремиться к какому-то оптимистичному ключу и тем более в России очень много пессимизма насчет энергоперехода потому что сразу видятся риски опасности и так далее и вот хорошо бы как-то повысить здесь градус к какому-то более позитивному потому что здесь не столько рисков сколько возможностей в частности для России есть еще вопросы да поступили Макс Гуд задал конкретный вопрос есть двустороннее соглашение по защите климата между Швейцарией и Грузией и спрашивает немыслимо ли подобное для России и Германии мне это соглашение незнакомо но может быть кто-нибудь из вас способен ответить что ж должны расставить этот вопрос без ответа не знаю как это конкретно выглядит как это на базе Евросоюза все обстоит и так мы говорим о Евросоюзе как о стране экспортирующем экспортирующие ресурсы мы нуждаемся в России как в интересах европейской экономики что для этого должна сделать Россия каковы основы России для формирования зеленой экономики каковы основные экономические акторы которые могли бы продвинуть такой энергетический переход к зеленым источникам есть ли вообще эти акторы есть ли эти основы или мы вообще не можем сдвинуться с этой точки конечно же я думаю что на этот вопрос ответ имеется Татьяна да ну в России уже есть какие-то возможности для зеленого производства и есть компании которые этим занимаются многие из них кстати относятся не чисто к зеленому сектору а также занимаются и традиционной энергетикой но тем не менее это кстати говорит о том что энергопереход для традиционных российских компаний тоже весьма актуален и может быть интересен ну я наверное скорее могу сказать про сектор ВИО потому что я в основном им занимаюсь и у нас там достаточно много сейчас есть возможностей есть производители оборудования для возобновляемых источников энергии и все это необходимо и можно развивать в России я тоже думаю что в России существует целый ряд предприятий которые уже разрабатывают стратегии бизнес-стратегии которые планируют на несколько десятилетий вперед с точки зрения экономики целый ряд предприятий заинтересован в зеленых технологиях и производстве зеленой энергии но однако мы не затронули еще один пункт один вопрос который илинее обстоятельство которое говорит в пользу продвижения зеленых технологий в России именно огромная территория для очень многих муниципалитетов для многих регионов намного дешевле создать энерго обеспечить энергобезопасность за счет возобновляемых источников энергии это уже сейчас гораздо более выгодно в более отдаленных регионах как Арктика как Сибирь и прочие не перевозить большие количества например дизельного топлива для дизельных генераторов а использовать ветер и солнце и здесь конечно же возможно разработка так называемых решений островного типа для отдельных поселений для отдельных регионов и здесь конечно же также в России уже имеется интерес в расширении доступности зеленых источников зеленой энергии мы часто совсем теряем из вида в Германии потому что у нас нет этой специфики территориальной однако тот человек который задал этот вопрос наверное подразумевал еще и нечто иное а именно вопрос наличия активистов неправительственных организаций которые в межрегиональном контексте выступают за борьбу с изменениями климата которые готовы участвовать в соответствующем процессе вносить свои предложения слышит ли слышен ли их голос или это все еще не имеет не играет никакую роль на национальном уровне я уже было подумал что мы на оптимистичной ноте будем заканчивать но вы опять в пессимизм все уводите к очень большому сожалению нужно сказать что власти в России не сотрудничают а воюют с гражданским обществом и у нас есть знаменитый закон об иностранных агентах и закон о нежелательных организациях и масса других законов которые в общем приводят к тому что гражданское общество под очень большим давлением и оно уменьшается в размере то есть у нас много организаций закрывают иногда это делает насильственно власти но часто общественные организации закрываются сами потому что боятся давления со стороны государства и моя организация не исключение нас мы стали первой организацией назначенной иностранным агентом еще в 2014 году и такая же судьба коснулась многих других прогрессивных экологических организаций как следствие вот такой тяжелой ситуации к сожалению количество тех кто в России призывает правительство к климатическим действиям количество таких организаций очень небольшое сейчас их было раньше намного больше сейчас их очень мало и вообще в целом для многих организаций гражданского общества наверное главным ощущением сегодняшнего времени является страх за будущее а не мысли о какой-то позитивной повестке но есть исключения к счастью есть ряд организаций хороших довольно и с ресурсами которые все-таки пытаются что-то делать но в целом конечно демократическая ситуация в России это очень очень больная тема на сегодня хотела бы еще добавить что касается университетов или каких-то научно-исследовательских организаций или каких-то региональных комитетов или каких-то других структур есть ли в этих сферах люди которые все еще вносят какие-то хорошие идеи что касается науки то наверное это больше вопрос к Татьяне которая работает в одном из университетов России но что касается гражданского общества я в принципе все сказал к сожалению сейчас в отношении гражданского общества такая нагнетается все больше атмосфера страха и преследований к сожалению можно ли сказать что-то положительное о ситуации я боюсь что тут тоже сложно оставаться на какой-то позитивной ноте потому что во-первых тема декарбонизации возобновляемой энергетики энергетического перехода долгое время была в России маргинально во всех сферах в том числе в научной сфере и те люди которые занимались исследованиями этих вопросов их было очень мало и даже они чаще всего достаточно пессимистично смотрели на вещи то есть не было каких-то источников для так сказать вдохновения и для каких-то высоких ожиданий сейчас опять же может быть что-то изменится в связи с тем что ситуация в этом году сильно поменялась в России может быть появится большее число исследователей которые будут заниматься этими темами будут давать какие-то более позитивные прогнозы но пока вот то что я видела до этого года в основном это были очень-очень осторожные оценки относительно возможностей энергоперехода это было какое-то очень сильное неверие в то что ситуация может сильно поменяться но единственное что радует вот я вижу большое число студентов которые хотят сейчас писать курсовые работы на тему возобновляемых источников энергии и вот я не помню чтобы такое было несколько лет назад то есть сейчас их стало реально много и молодежь интересуется возобновляемыми источниками энергии энергопереходом и прочими связанными с этим вопросами оптимистичная все-таки в конец нотка я хочу вопросов дальнейших нет но я хочу все еще вернуться к тому же спектру вопросов от Вальтера Каффмана крупные предприятия гражданское общество неправительственная организация крупные концертные то есть Росатом может предлагать так же так сказать ресурсы для производства зеленого водорода но а что что вообще можно сказать о средних о предприятиях среднего и малого бизнеса то есть не не говорить все время только о крупных государственных концернах о создании некой социально-экономической реформы о образовании вот такого движения на среднем уровне бизнеса который мог бы продвигать соответствующие проекты строить ветряки в средних городах России я боюсь что с малыми и средними предприятиями у нас в принципе все очень тяжело в России обстоит то есть есть либо какое-то совсем небольшое предпринимательство либо компании которые более-менее большие и сильные но возможно кстати энергопереход и станет каким-то стимулом для России в том чтобы этот сектор тоже больше развивался потому что в сфере чистой энергетики даже в России конечно возможностей для малых средних предприятий гораздо больше чем в сфере традиционной энергетики и даже сейчас когда отрасль ВИА еще не получила какого-то большого развития в России это тоже видно что там есть какое-то небольшое место для малых средних предприятий тоже с этим большая проблема вообще проблема в российской энергетике проблема с тем что многие люди получили образование в достаточно традиционных учебных заведениях и у них соответствующий склад ума то есть даже если они очень молодые они все равно скорее будут доверять традиционной энергетике и будут с недоверием относиться к возобновляемым источникам энергии поэтому вообще с рабочей силой которая способна что-то изменить в энергетическом секторе сейчас конечно большая проблема в России и этому тоже кстати нужно уделять большое внимание это касается не только университетского образования но и каких-то рабочих специальностей я хотел бы вам еще задать вопрос может быть есть у нас такая возможность кооперации в области обучения специалистов то есть существуют такие возможности существует уже кооперация на эту тему ну эта тема совсем новая я хочу сначала дополнить я согласен что тема энергетического поворота в России довольно новая нам в Европе понадобилось много лет чтобы всерьез заняться этим вопросом в России этот процесс только начинается интерпретации и дискуссии все еще довольно противоречивы и поэтому мы на данный момент еще не видим мелких и средних предприятий которые активно действовали бы в этом направлении потому что рамочные условия довольно сложные но вне зависимости от политических рамочных условиях конечно же я считаю что мы должны сотрудничать с мелким и средним бизнесом в России я думаю что российский бизнес достаточно умен достаточно подвижен энергичен чтобы использовать новые шансы которые предоставляет рынок я думаю что и выпускники российских университетов достаточно гибкие чтобы перестроиться и воспользоваться новыми шансами опять же если политические рамочные условия в этой области соответствующим образом изменятся если будет государственная поддержка если будут субсидии и так далее тема специалистов это конечно очень важная тема я к сожалению не могу вам сказать остро ли стоит вопрос специалистов в сфере энергетического перехода в России или нет я думаю предполагаю что в университетах эти предметы еще не широко представлены но конечно же эти вопросы тоже решаемы и решаемы в краткосрочной перспективе давайте останемся теперь в позитивном ключе господин Мюллер Кремер вы как руководитель немецкой экологической помощи в последнее время задали много позитивных импульсов которые привели к изменению динамики что вы могли бы сказать своим российским коллегам может быть посоветовать своим российским коллегам для того чтобы вот это окно возможности расширялось чтобы или чтобы во всяком случае здесь у нас был достаточно крепкий ветер для поддержания такого устойчивого развития в этой области пару дней назад я участвовал в мероприятии восточного комитета немецкой экономики в котором также участвовали российские предприниматели это очень интересная тема там присутствовали предприниматели из Германии и из России в возрасте так примерно лет 40 в среднем я обычно я бывал на всем других мероприятиях где сидели такие пожилые представители Газпрома и Росатома и так далее то есть я конечно в этом я вижу шанс в том что сейчас на сцену выходит новое поколение предпринимателей которые уже готовятся к тому что будет после Путина которые уже настраивают свое экономическое мышление на будущее и конечно же если они вступят в диалог с учеными и с гражданским обществом то это чревато то есть это может дать очень хорошие эффекты несомненно на этой позитивной ноте я хотел бы закончить наше мероприятие благодарю всех наших участников сегодняшнего подиума также наших модераторов также хочу поблагодарить нашей технической поддержки нашим тем кто поддержал нас в организации этого мероприятия хочу также поблагодарить переводчикам и всем коллегам в рамках фонда Генриха Бёля хорошего всем вечера и до новых встреч субтитры